Тема крайне объемная, и понятно, что все вопросы, которые, по крайней мере, эндоскописты разбирают между собой, здесь объять невозможно, поскольку весь желудочно-кишечный тракт, поэтому так больше концентрируюсь скорее на желудке, остальные органы постольку-поскольку. И скорее будем обсуждать какие-то общие принципы, которые, наверное, меня, как эндоскописта, волнуют, и которые мы все время задаем перед Руссом отчасти морфолога и ставим перед ними какие-то свои задачи. Ну, начну я с такой коротенькой истории из жизни, когда пациент молодой, 85-го года рождения, в 2014 году в декабре, как видите, сделал гастроскопию, и у него в области кардии находится какой-то участок гиперплазии, чем-то он, видимо, не нравится. Врачу берет с ней биопсию, диагноз он никак не выносит, кроме как, что есть грыжа, есть какой-то рефлексозофагит. По биопсии приходит то, что, по сути дела, самое главное, материал взять непредставительно. Ну, там всякие клеточки, воспаления, которые эндоскописты ничего не понимают и не читают. А самое главное, что не читает и вот этот момент, что материал не удовлетворил морфолога. Далее этот пациент уже в октябре 2015 года, то есть почти год спустя, появляется опять на гастроскопии, видимо, жалобы с изжогами. Он опять находит какие-то изменения в этой зоне с утолщением слизистой, с розированием. Берут, ага, биопсию даже не берут, потому что она до этого бралась, как выясняется со слов пациента. И он уходит себе опять лечиться гастроэнтерологом. Проходит время, 16-й год, январь, при лечении гастроэнтерологи, он приходит на гастроскопию после лечения. Видит какое-то образование с нейронным контуром, берется биопсия с этих участков, доставляется по счету Баррата под вопросом. Гиперплазия слизистая в этой зоне по эндоскопическим критериям. И по гистологии у нас приходит рефлексезофагица, спалительная фильтрация, если необходимо повторить исследование после противоспалительной терапии, пишется. То есть, видимо, недостаточная терапия, мы видим по гастроскопии, что также имелись воспалительные изменения. И пациент опять уходит к гастроэнтерологам, что он там делает, я не знаю, но приходит уже в ноябре 2016 года, когда есть изменения, которые эндоскопист уже визуально трактует как неоплазию. Берет с нее опять биопсию и уже получаем высокодифференцированную тубулярную аденокарцинолу. И, в общем-то, пациент потом уже появляется у нас в институте, и вот с такой картиной два года наблюдения, это Т2Н1 аденокарцинома, которая в последующем оказалась, ну, с таким сомнительным прогнозом, скажем так. И, конечно, здесь хочется сказать, что мы очень часто вот так сидим в разных кабинетах, иногда, как у нас в разных зданиях, и не хватает нормального общения друг с другом, чтобы мы хотя бы вчитали свои протоколы, взаимодействовали как службы непосредственно, вот на примере конкретно пациента это видно. И гастронтерологи не читают, и эндоскописты не читают, ну, в общем, это все проходит как-то само собой, каждый делает свое дело. Ну, что касательно диагностики на образовании, в данном случае, желудка, будем в основном говорить о нем, как немножко такой более сложный, скажем, для эндоскопистов, то здесь, конечно, большие вехи произошли за последнее время, если вот такая мутная картинка, когда мы видим, ну, здесь кишка, но просто показать детализацию картинки, как что-то, вот мы видим какое-то бугристое образование, прошло время, мы стали четче видеть образование, появилось хромоскопия, мы видим контуры, мы стали как-то вот разглядывать его, появилось увеличение в колоноскопах, мы стали ориентироваться на рисунок желез, в последующем гастроскопы появились с увеличением, и мы стали смотреть уже не только кишку, но, в общем-то, и желудок, и здесь, как в данном случае пациента, пищевод Барта, с которым он пришел, мы рассматривали данные изменения, вот здесь как раз пищеводие, они как диспластические, а вот ниже зона метаплазии, которая после окраски в узком спектре света, вот с этим с увеличением, мы здесь видим кишечную метаплазию и участок аденокарцинома, то есть такой, в общем-то, технологический прорыв эндоскопии, когда появились увеличения, мы стали видеть структуру слизистой оболочки, вот внизу справа картинка эндоскопическое слизистое тело желудка, когда мы видим собирательную ведму, видим железы, и на основании, в общем, этой картинки мы стали потихоньку интерпретировать изменения, как, ну, как что-то там, стали ставить классификации, и искать какие-то типичные изменения для того или иного патологического состояния. Ну, вот как вживую это выглядит, видя сюжет, что мы видим эти железы, достаточно хорошо, четко, это узкий спектр света, плюс увеличение, оптическое увеличение. Ну, в разных отделах есть разные изменения, здесь, например, антральная, преплорическая зона, она отличается, опять-таки, мы можем видеть эти изменения, просто визуально достаточно неплохо их интерпретировать. Ну, и, конечно, нас интересует, а все более в наших стенах, это неопластические изменения, была создана ВС-классификация, которая, в общем, показывает именно структуру букв КС и сосудистые изменения букв КВ, да, ВСОС and Structures. И мы видим, как разделили по-простому, регулярные, нерегулярные и отсутствующие. И вот здесь видно, как изменение того или иного структуры, сосудистые или слизистые, проявляется на слизистой оболочке. Важный критерий демаркационной линии, когда мы четко видим границу между, ну, условно нормальным эпителием и измененным. Само по себе это, в общем-то, является основным критерием, который должен, так скажем, привлечь внимание, когда есть такая линия, потому что это какое-то, ну, чаще всего это уже новообразование, и дальше его надо более внимательно разглядеть, вот как раз с учетом узкого спектра света, и если есть такая аппаратура с оптическим увеличением. Ну, как вот, здесь пациент был прислан для удаления полипа, причем в другом учреждении его не удалили, только там по причине технической, и был описан полип, но при внимательном осмотре видно, что вокруг есть изменения, вот эта демаркационная линия, она, изменения, она такие плоский характер носит, и суммарно мы видим, что кадена карцинона в данном случае намного больше, чем макроскопические изменения, и именно вот осмотр слизистой по структуре позволяет нам определить границы этих образований. И в целом, вот когда у нас есть вот эти два критерия, когда нарушение структуры, поверхности, сосудов, то 97% ранних раков желудка соответствует этим критериям. В целом, вот схема, то, что мы говорили, демаркационная линия, и дальше уже в зависимости от того, что есть она присутствует или нет, мы дальше оцениваем дополнительные параметры, и точность такой, в общем, диагностики, она соответствует где-то 95%. Помимо этого, мы оцениваем не просто вот сосудистые есть или нет, или они нерегулярные, а есть еще сетчатый, штопоробразный. Это, в общем-то, скорее для того, чтобы уже эндоскопически можно предсказывать было и дифференцировку опухоли, потому что, если она бледная, имеет штопоробразный вид, то, скорее, это будет с большой долей вероятностью низкодифференцированный либо перстневно-клеточный рак. Опять-таки, здесь более 80% совпадения по этим критериям. Хотя, в общем, наверное, конечно, это удел морфологов, а не эндоскопистов, но, тем не менее, можно уже и здесь как-то на что-то ориентироваться. И вот здесь важный момент, что вот эта вся красота этих цифр, 90, 95, 97%, она только тогда, когда у нас действительно, ну, помимо наших глаз и знаний, есть еще и лапаратура, которая позволяет увеличивать ее работу в узком спектре света. Если у нас в белом свете, то у нас здесь цифры совсем другие, и чувствительность, и точность диагноза не превышает 65%. И, собственно говоря, ну, как алгоритм, понятно, что когда мы видим, подозреваем дифференцированный или недифференцированный тип по критерию, по цвету, потому что дифференцированные опухоли, как правило, красного цвета, недифференцированные белые. Дифференцированные могут иметь экзофитник, они недифференцированные практически никогда такового не имеют, они чаще всего плоскоугублены, и здесь, опять-таки, сосудистый рисунок нам помогает. Дальше мы, конечно же, определяем границы и выполняем биопсию, причем, видите, недифференцированный тип мы берем не только из опухоли, из окружающей слизистой оболочки. Ну, и еще раз о том, что именно комбинация всех методик показывает очень высокую чувствительность, порядка 90%. Как это выглядит вживую? Ну, вот мы видим такое красное пятнышко, которое нас привлекает при эндоскопии. Более близко мы видим, что вокруг есть такой белесоватый венчик. Еще ближе мы видим демаркацию линии, хотя в центре у нас как будто бы есть какой-то сохраненной слизистой оболочкой. И при еще большем увеличении мы видим участок слизистой оболочки, где у нас, по сути дела, отсутствует рисунок слизистой. И если еще, так скажем, приглядеться, у нас вот здесь оборванные сосуды, которые интерпретируются как штопорообразные. Это и есть карцинома. И, в общем-то, здесь она прицельная. Мы берем отсюда биопсию. Мы брали конкретно пациент и получили аденокарцином. При этом другой пример, когда красное пятно точно так же привлекает внимание, а при ближайшем рассмотрении мы видим, что здесь структурно здесь есть, мы видим эти железы, мы видим, что капилляры окамляют каждую железу, есть структура слизистой оболочки. И это не что иное, как нормальная слизистая оболочка в окружении кишечной метаплазии, которая более бледно всегда выглядит. И это красное пятно просто всего лишь сохраненная нормальная слизистая оболочка. И здесь, в общем, даже биопсия в данной ситуации не требуется в такой ситуации. Ну и здесь вопрос о том, что неприцельные биопсии, они, в общем-то, достаточно слабо работают. И есть даже британские рекомендации о том, что надо обязательно маркировать прицельные. Это была биопсия или неприцельная. И вот здесь, как пример, когда, видите, вот маленькое образование совсем, это буквально 4 миллиметра. Каким-то чудом, когда брали протокол по Ольге, выполняли, попали именно в него. Взяли биопсию, получили перестериноклеточный рак, его даже не видели. И только уже получив такое заключение, при пересмотре мы видели. Но это счастливый случай для пациента. Это редко бывает. И, конечно, все-таки рандомная биопсия или прицельная. Разница большая. Даже при определении просто атрофии, когда и кишечную эндоплазию, когда нас просят гастронтерологи определить, то 10% различий выполнялось это просто в положенных точках, либо мы прицеливались и пытались найти атрофию или кишечную эндоплазию. И вот то, что я говорил, биоптаты по британским рекомендациям должны собираться раздельно, как прицельные или слепая. Потому что доверительность этим биопсиям отличается. Поэтому мое мнение, что здесь, конечно, мир двигается в пути прицельный таргет на биопсии. Не надо набирать, если вы видите, карциному. Вот сейчас, может быть, морфологи, конечно, свое мнение скажут. Они накинутся, им всегда материала мало, как мы знаем. Хирурги всегда над этим стебутся. Но здесь, конечно, мы видим часто карциному. Берем один биоптат. И, в общем-то, по крайней мере, взаимодействие наших служб, я вижу, что мы всегда получаем материал. За редким исключением, когда, собственно говоря, сама клиническая ситуация как-то не предполагает. И если при наличии ЧГ не поддающим назначенной эндоскопической интерпретации, вот тогда нужно необходимо большое количество рандомных биопсий. Поскольку здесь у нас нет, собственно говоря, визуального диагноза. И важный момент, когда, вот, как посчитали для определения рака желудка с мутацией, когда искали, ну, именно появление, выжидали этих пациентов появления карциномы, набирали огромное количество биопсий с разных отделов. И посчитали, что на одного пациента для выявления одного рака необходимо получить 1768 биопсий. Ну, вот, ну, тут, конечно, можно, да, с ума сойти, столько отсматривать, какие, опять-таки, если перевести это в деньги, совершенно сумасшедшие затраты. Поэтому это нецелесообразный такой подход. Здесь, в общем-то, если мы пытаемся у них найти рак, конечно, это надо делать, впервые, очень визуально. И, в общем, мы, конечно, как бы мы ни хвалились эндоскописты, все-таки морфолог пока лучший диагноз остается на сегодняшний день. Что касается лечения ранних, эндоскопического лечения ранних раков, вот мы там уже, например, нашли какой-то рачок, и в пищеводе что у нас? Внутрислизистые раки, которые, условно говоря, в рамках эпителия, либо находится инвазия в строму, то здесь, по сути, риск инвазии равняется по сути нулю. Если же у нас поражается мускуляризм мукоза, либо начальная инвазия в подслизистый слой, то, что там обычный СМ1 пишется, то, видите, 8-17%. Глубже уже 29-49%. Ну, данные разнят в зависимости от исследования, но в целом, как бы, такая наиболее цитируемая работа. И здесь я привожу, везде, кстати, ссылка не стоит, везде только японские гайдлайны. Это гайдлайн по раку пищевода. И здесь, соответственно, зеленая зона, когда можно локальное иссечение делать, соответственно, потому что риск метастазирования, по сути, равен нулю. Красная зона, а вот желтая зона, она дискутабельна, в разных странах она по-разному к ней относится, но, по крайней мере, в Японии эти раки подлежат эндоскопическому удалению, потому как последующие исследования показали, что низкая дифференцировка и лимфовоскулярная инвазия – это плохие факторы плоского прогноза. И если они отсутствуют, то риск метастазирования в этой группе составляет 4,5%, что примерно сопоставимо с риском оперативного вмешательства. Соответственно, здесь уже такой дифференцированный подход, но, в целом, тренд на то, что эти раки не отдавать в хирургию, а подвергать эндоскопическому иссечению. В желудке, опять-таки, схема, логистическая схема по удалению, здесь видите, что онкоспецифическая выживаемость при абсолютно хорошем поколении, составляет 99%, по сути, процентов. И здесь что вам важно? Да, это дифференцировка опухоля, край вертикальный, лимфатическая инвазия, сосудистая инвазия, глубина инвазия, язвенная эта форма или не язвенная, ну и размеры. Вот эти критерии, по сути дела, ну и да, горизонтальный край тоже, естественно, влияет. Вот эти критерии, оно определяет дальнейшая тактика, насколько это было радикально, можем ли пациента наблюдать, или надо отдавать на хирургию, на резекцию желудка. Вот именно эти критерии. В кишке, опять-таки, это японский гайдлайн, опять-таки, дифференцировка, то есть гистотип опухоли, глубина инвазии, наличие лимфатулярной инвазии, но появляется еще критерий байдинга, который также для нас является принципиальным с точки зрения риска прогноза. Ну, поскольку вот эта см-инвазия, подслизистая, пресловутая, делится там, да, на три зоны, их совершенно разные, но, в данном случае, на примере кишки, разные прогнозы с точки зрения метстазирования. И поэтому, конечно, для нас очень важно понимать вот это см-1, см-2 или см-3, и вот здесь вот это 1000 микрон. Здесь, наверное, у меня основной будет вопрос к морфологам, как же они это определяют, см-1 это или см-2, потому что, мне кажется, очень такая виртуальная граница, и она, собственно говоря, ну, принципиально влияет на дальнейшую тактику ведения пациента. И вот каждый из этих представленных критериев, они, конечно, влияют на риск, ну, рецидива или прогрессирования заболевания, хотя непосредственно глубина инвазии является не самым таким важным критерием, оно лишь, то есть, если глубина инвазии см-2, например, то лишь у 10% не больше будет риск метастазирования, и, соответственно, в общем-то, этих пациентов можно таки в 90% случаев наблюдать. Но здесь уже называется индивидуальный подход в зависимости от дополнительных факторов. То есть вот список вопросов к морфологу после удаления раннего рака, чего-либо не было, которые он должен ответить. В протоколе так и иначе должно быть отражено. Потому что если у вас нет этих критериев или там части из них нет, то, соответственно, у вас что-то остается за скобками, вы уже не можете поставить достоверно, построить прогноз этого пациента и определить дальнейшую его тактику. Ну и, собственно говоря, вот диссекция. На основании вот этого всего, чтобы морфолог нам мог поставить эти все критерии, ответить на вопрос, то понятно, что вот как бы слева у нас препарат одним блоком удален, справа пофрагментарно. Ясное дело, что если мы препарат слева как-то растянули, фиксировали у нас, в дальнейшем при нарезке у нас будет достаточно прямой срез, то вот эти кусочки нарезанные, ни границ здесь, наверное, определить, невозможно, этот пазл не собрать, ни срезы получить прямые, ну, будет, по сути дела, невозможно. И никогда не видел в отделениях эндоскопии, чтобы вот этот пазл кто-то пытался собрать. Обычно все сваливается в банку, дается морфологу, нате разбирайтесь, называется. Это как бы теперь ваши проблемы, мы что могли сделали. Ну, помимо того, что, я думаю, что в этой аудитории, как раз по этому слайду все только меня поддерживают, что резекция пофрагментарная не вариант, но, конечно, диссекция такая трудоемкая, помимо всего прочего, кстати, есть преимущество, это, безусловно, количество рецидивов существенно меньше, это в разы. И даже могу похвастаться, у нас пока вообще ни одного рецидива при диссекции ранних раков не было. То есть схематически это как выглядит, в отличие от петлевой резекции, то есть раньше вот эта петелька накидывается, и здесь мы ограничены размерами образования, размерами петли, не любое образование можно убрать петлей, плюс ко всему всегда есть слепая зона, когда мы, у нас, условно говоря, камера эндоскопа находится вот здесь, аж как легла петля вот здесь, мы чаще всего уже не видим, мы просто предполагаем, у нас всегда край такой сомнительный. И по системе технологии более двух сантиметров, это причем, назовем так, в удобном месте, в кишке, где более подвижная стенка, более двух сантиметров, моноблочно удалить образование нельзя, и по современным, даже европейским гайдлайнам, в желудке больше сантиметра удалять методом петловой резекции нельзя, в кишке два сантиметра, это верхний край допустимый, когда мы делаем петлой. При диссекции, ну вот схематичный фильм, то есть когда в желудке у нас мы видим такое образование, определяем его в спектре границы, дальше мы при помощи монополярного ножа ставим метки, просто для того, чтобы нам потом не запутаться, в общем-то так, ну считается, что хотя бы полсантиметра отступить надо от видимых краев опухоли, дальше мы выполняем гидропрепаровку, отслаиваем слизистую оболочку от мышцы за счет такого рыхлого подслистого слоя, с использованием красителя индигокарминова, это для нас удобно, так как мы хорошо, контрастно видим сосуды и мышечный слой, и дальше выполняем этим ножом циркулярный разрез за этими метками, рассекаем слизистую оболочку, полностью циркуляр, то есть обозначаем себе границы, таким образом мы достаточно хорошо контролируем горизонтальные края, и положительный край может быть только при неверной интерпретации его визуальной, этой опухоли, потом мы выходим на мышечный слой и непосредственно над мышечным слоем иссякаем слизистую оболочку, видно, что в ней более белесый такой слизистый слой, и вот так, такими пластами мы снимаем, получается, что можем удалить опухоль единым блоком, независимо от размера его, формы, и получаем такие препараты, вот такие причудливые формы, размеры могут быть совершенно там, для эндоскопии, по крайней мере, гигантские, и все это можно делать, в общем-то, моноблочные и циркулярные, в том числе, препараты, которые можно в последующем уже, естественно, оценить, наверное, более достоверно, чем фрагментированные эти фрагменты. И вопрос, сразу завершая, поскольку, как методику показал, какая задача стояла, вопрос к морфологам, вот удаляли мы, удаляли образование, в процессе удаления, когда мы с подслизистого слоя шли, задели мы слизистую, сделали вот такую дырочку, и, соответственно, эта дырочка уже всегда будет R1 в протоколе обозначаться, а ведь, например, это аденома, мы знаем, что мы шли с подслизистого слоя, мы знаем, что забрали всю слизистую точно, если здесь нет аденокарциномы, либо она в стороне, будет ли это называться R1 или нет, потому что дальше де юре, опять-таки, разговор с пациентом будет складываться по-разному, смотря как акценты расставить. Спасибо.